Всем привет! И сегодня я еду на самый юг Голландии, на границу с Бельгией. Потом, кстати, возможно, еще зайдем в Бельгию по другим делам. Но мы едем сегодня к очень интересному человеку. Это голландский фермер, который занимается очень интересным проектом. Он выращивает чай. Чай в Голландии. Как именно выращивать и все остальное будет немножко позже. Сейчас мне постоит дальние и дальние. Я еду на самую север, получается, в Голландии. Ну, то есть не самый север, но сердце Голландии. Я еду на юг. По дороге заезжаю к нашим управляющим Даниле, который тоже здесь занимается нашими делами. И мы вместе пойдем на машине уже, собственно, к этому самому человеку. Поэтому это достаточно удобнее будет интересно сегодня. В северный Брэд отъезжаем, да? Да. Да. Опять сейчас пересекаем внутреголландскую границу провинции. У нас какой-то склад моторхомов тут. Сейчас будет, говорят, будет красивый мост. Вот там живут 300 бобров. Вот теперь живите с этим. А Экадуга-то, в смысле, такой над дорогой, просто, по сути, лес такой целый идет. Я видел там только на фотках. Офигеть. Ну, это может стоить, вот, где-нибудь много подрядчиков, 10 миллионов евро. Один такой Экадуг. Офигеть. Как он себя чувствует оптимально. То есть, они, да. То есть, это не просто, типа, мостик. Как у нас там в Лосейном острове, в Москве есть туннель. Это огромный, по сути, кусок земли, который, как бы... Ну, он полностью интегрирован в лес. Чтобы обалдеть. Ну, я видел здесь вот такие специальные... Ну, они выглядят, как такие, ну, как домики, что ли, для летучих нашей. Мы рисуем строить? Ну, это было в Пригороде, в Пригороде дома, в другой части города. В Пригороде города большого достаточно. Ага. На востоке Голландии. Ага. Такая, ну, как пруд. Ну, просто такой домик. Там бюджет ее тоже был на 50 тысяч евро. Офигеть. Ну, в доме полностью созданный для комфортного проживания летучих мышей. Нормально. Вместо голубятника или скворежника тут летучий мышатник. Нормально. Дорожат тем, что осталось. Ну, это круто, вообще, конечно. Многим поучиться будет. Поехали в Бельгию, потому что для того, чтобы приехать к нашему новому другу, ферме ручейному, нам надо, это самое, кусочек Бельгии проехать, получается. То есть мы через Бельгию, ближе к нему вернуться обратно в Голландию. Вот. Мы сейчас прям заехали и заметно поменялось качество покрытия дороги. Хотя Бельгия, вроде как, более богатая страна, да? Да, то есть здесь люди богаче, а государство беднее. Да, да, да. Голландии наоборот, государство. Здесь налоги, я так понимаю, чуть поменьше, да? Ну, смотря на что. Ну, здесь, например, та страховка, которая в Голландии стоит, там, условно, 115 евро в месяц, в Голландии стоит 115 евро. Офигеть. То есть страховка в Голландии та же самая, да? Ну, качество медицины объективно лучше в Бельгии. Обалдеть. А есть такая опция для голландцев получать страховку в Бельгии или нет? Ну, есть так называемый медицинский туризм, когда, ну, то есть это все работает. А, ну, то есть ты застрахуешься, но просто если что, ты должен будешь поехать в Бельгию, как бы, да, в больницу. Ну, я понял. В общем, вот такие вот особенности государства. Конечно, в Голландии страна развитого социализма, а Бельгия страна развитого капитализма. Так очень грубо. Граница мне очень понравилась, границы, по сути, нет. А, Бельгия, типа, следующий город. Для всех, кто живет или ездит в Европу, много, я думаю, это общение привычно. А мне, как азиату в душе, это все в новинку. Вот, по идее, здесь два километра на Голландии. То есть мы сейчас вот такой крюк сделали немножко страссы. Как контрабандельская метро. Да, контрабандельская метро. А, НЛ там же что-то такое? Да, мы билеты тут что-то границы. А, вот это была граница. Вот, смотри, смотри, впереди близко, что вы уезжаете в Голландию. Другой скоростной режим. Ага. А, Недерланд. Вот. Здрасте, мы приехали в Голландию. Мы заехали в кусочек Бельгии, проехали по нему. Вот, развернулись и вернулись в Голландию уже по лесным тропам. Вот, все, весь, дорога, дорога ровно сразу. Мне нравится, что даже эта трава, она не просто так смотри, то есть она чуть-чуть подкошена. Аккуратненький такой микр-газончик. Вот. И посредине растет лаванда. Вот. Ты догадываешься, что это клуб? Диана клуб? Не знаю, что это. Ну, здесь часто в таких, в сельской местности встречаются, но это бордели. Да? Да. Ну, они как бы мало общего имеют с тем, что показывают в фильмах. Ага. А что показывают в фильмах? Ну, как, вот наши там представления о портелях. Ну, да. Все там гораздо. Еще более трэшов. Первое сельское путешествие в Европу. То есть, будем знакомиться с, что такое европейские фермеры. Они тепличники. Посмотрим, что они там вообще. Но место очень прикольное. Сосны, березы, такой лес. То есть... Ну, вот таких местах можно встретить для лени. Ага. Назвечно зайцев, капонов. Да. Вон, я вижу одного оленя. Нет, человек. Черт. А, вот это бордель. Вот так-то выглядит. А, это бордель? А, не все называются Дианой? А, не все называются Дианой? А, не все называются Дианой, да? А, не все называются Дианой, да? Ну, они такие выбирают, да. Так, главное не перепутать. Бордели с теплицами. Здравствуйте. Вы тут хотели поснимать видео про ваши достижения. Да, 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 сейчас. Это туда указано? Нет. Ну, это там, где он подает его. А, он, типа, у нее чайный клуб, что ли, тут еще. Ну, там было написано, да, и... Туда тоже есть чайный сад. Ага. Так. Так. Почти. Похоже, мы приехали. Ну, вот, мы приехали к Йохану. И у него тут вполне себе серьезное мероприятие. Это, оказалось, не Йохан. Йохан будет справа. Здесь, ну, это, кстати, чай. Да. Это вполне себе чай. Вот так вот выглядит чайная плантация в Голландии. Мы можем пока сделать пиратскую съемку, пока нас не встретили. Ну, кстати, огромное количество публикаций о Йохане в разных самых местных газетах. Потому что это, ну, единственная компания, кто выращивает чай в Голландии. Сегодня мы приехали в очень-очень-очень специальном месте для меня. Мы в нанорне, в северном Недерландии. В Голландии. В Голландии. И Голландии. И Голландии. 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 Я думаю, это первое. Да? Никаких, кто здесь. Да? Нет. Мы делаем это с некоторыми людьми в Недерландии. Но ты началась первое. Как это было? Какое... Perspectив? Как ты нашел идею? Как ты нашел это? Ну, это началось 13 лет назад. Когда я был в Китае. И я был там полгода. И я научил чай. Я научил чай. 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 Трилли podcast. Чай. Эпечisas. Чай. Эпечисус. Чай. 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 в Европе. Мы начали видеть, что они делают в холодных climатах, что они делают с льдом. Мы также начали брать с ними, потому что мы также брали в других продуктах. И это было 8 лет, чтобы получить планты, что было удобно для холодных climат. Вы также планировали в доме, не только в доме? Да. У нас есть очень большая demandа, что в большинстве продукции мы делаем в тоннелах или в границах, но мы также делаем в доме. Но в доме у нас только несколько хвастеров. Если мы хотим скалить, то мы это делаем в тоннелах. Но нам понадобится больше времени для изучения, потому что это... Это больше для зрения, это больше для зрения, и для зрения. И реальные продукции сейчас приходят из тоннелов и границ. Границ. Таким образом, вы тоже имеете олун, или олун? Для нашей пасши, мы начали с артистаналом, мы делали белые олун, мы делали хорошие олун, мы делали ошибки с границ, поэтому мы получили новые олун. вы не сможете начать что-то без ошибок. Но иногда эти ошибки вы найдете очень хорошие типы. Наши башки, это башки, это был ошибок. Да. Это историю, что регулярно хорошие Chinese производители, и японцы, говорят мне, что они тоже имеют возможность найти очень редко вкус, и иногда с ошибками помогут это очень хорошая способность. Это как кухня. Вы приготовите, и немного температура, время, ростив, или что-то, да? Дион её планты большая, а только маленькая. Аааааааааааааа. Она больше любит производительность, производительность, производительность. Да. Это круто. Вы также собираете те планты по всему миру, и также собираете производительность, технику, да? Да, мы были в Китае, в Китае, в Китае, и не только в Сочи. Виктория, мы в связи с людьми из Геория, мы знаем их технику, их механизм, И так же, как мы собираем наш механизм, мы можем производить те, мы можем производить специальные те, и для обычного потребителя в супермаркете это не нужно. Это же база, и мы также производим специальные те, если это не секрет, то, производительность производительность для рынка? В основном, мы получили 4000 кг, но этот год это двое, это довольно холодно, и мы получили много продукции для других стран, для других стран. Это 8 тонн для этого года это прекрасно, для начала но вы тоже думаете о экспедиции в будущем? Или вы специализируете? В этом году мы работаем новым инвестором, которые хороши экспансии. Мы уже два года планируем с ним, и это месяц мы в Европе. в Европе. Что вы думаете о некоторых странах в Европе? Я слышал что-то итальянцы или спанцы, но я никогда не был там. Вы знаете, что что-то 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 да? Да, мы посетили это очень красиво, они очень артистные продукты. это сложно скалable, но они очень хорошие те, это очень хорошо. Мы не хотим что нет другой продукции. Мы хотим что другие продукции тоже будут продавать. если это не interfere с нами, тоже помогаем. Мы хотим сделать свою технологию ? Мы уже делаем это производство в Берлин. Но они также брали наши brands. которые продают Берлин и продают Джоанн. Это очень впечатляет. Я читал несколько артиков, но большинство было в Духе. Для меня не много информации, но это 130 типов. и много специализированных технологий, и о количестве. Это очень хорошо для специализации. Но как вы думаете о масс-маркете? Вы пытаетесь найти что-то cheap? Вы должны работать в специализации. в это основе это масс-маркет. Наш цель – театринкеры из Европы – мы хотим их осознавать специалисты. Но мы не можем иметь специалисты. Потому что специалисты и мы будем здесь устать к текстуру. Мы должны идти туда и всегда один степь больше. Если мы начнем 10 степей, то не не случилось. Это очень маленькое. Мы делаем это в поле. Мы делаем историю. и начали понимать что они степей и как смогут и как это сделано. Мы можем узнать 10 раз на телевизион и из того, что не дали специалисты. Но в Европе мы не можем их дали специалисты в целом. Да, это должно быть очень долго. Это очень похожее по нашему виду, как научить людей, как изучать те церемонии и так далее. Вы не можете сначала поставить на т-деск и использовать этот пот. Вы должны бревать те, и если вы не делаете, то вы не можете брать его. So step by step, first maybe just give the product and brew it as you like and later you introduce in more and more detail and after that people become more specialists in that. This is also my part of work, I educate a lot on YouTube for example and I really found that a lot of people find the tea culture much more interesting like for example against drinking alcohol or something. Because in Russia is a big problem, maybe here or not, but in Russia is a very huge lot of people drinking. Here it is drinking sugar is the problem. Ah, understood. And green tea is a perfect answer. Yeah, try, you don't need sugar. Yeah, great. So we are teaching people that. That's what from our hearts, we want to do that for people. But if we tell them, they will not take it from it. But by doing, maybe they are going to take it. The main thing is just when you give them a cup, it's any other type of promotion not working. You can tell a lot, explain and lalalala, but after you give the cup a taste, oh we can drink? Yeah, we are going to drink. Yeah, yeah. Because I never tried Johans tea, so I want to have experience. We start with what we do with mass and then we go with flavors up. Great. Because if we start with heavy flavors, then you don't feel anything. I have a pretty big experience. So for me, I love anything mostly because before I mostly drink maybe like aged teas like Puer and also some aged Uluns and something experimental. Yeah, 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 yeah. Of course, Uishan and Ansi products and Kuandong province, Fenghuandong Sun, of course, also one of my favorites. But now, and I don't, before I don't drink green tea too much. But after we become bigger, I understood that I really need to test this tea because people love it and I need to test and I start drinking greens also, a lot of red tea. And for now, I can't say which is my favorite. I drink anything because of the, just today I want to drink green tea because it's sunny day and it's very warm. But during the winter, of course, maybe more fermented teas are welcome. Yeah, it's with us also. And what you said previous, you have to drink the cup. It's how it started with me. It's when I started, my family teach me to drink black tea. And then when I get kids and I get less energy, then I started with green. It gave me the energy. And that's also how Dionne get into tea because, you know, she also said, I don't have the energy. So, I gave you, I told you drink two cups of green tea in the morning. Yeah, 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 yeah. And I was like, yeah, 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 okay. But I listened and... And it started working. Yeah, really, I was amazed. And then it actually started for me like, okay, so what is it and how it's made and what's the story behind it? Because what it does for your body, I think it's amazing. And yeah, that's how I rolled in, I guess, by drinking coffee. I have also a very interesting story because my wife, she's a psychologist. And she's looking for some kind of work with, have some mental, maybe background or something. And she's going to work in tea club. And she worked like five years in one of the Moscow first tea clubs. But the first, in the beginning, I said, what is small pots? What is it? And in one morning, I just realized that I'm sitting near the tea desk and Chaban and also brewing the tea and drinking. And my morning started this way for a few days ago. Each morning I drink it, I said, wow, maybe I already have a habit to do that. And you are warm and you are relaxed. And that's a good thing about it. That's also how almost everybody here who works here does it. Because in the morning we come in, we get a cup of water, we go to... Your specialty teas are on my desk. Yeah, 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 yeah. Everybody come to get their tea. Yeah, yeah, yeah. Tea helps to make tea. Yeah. It is. They deliver to 1,200 shops. Wow. So loose tea? No, only loose leaf tea is national in plus. I think in about four or five hundred supermarkets. But mostly in tea banks. Because it's what Johan said, because you want to... If we start loose leaf tea, that step is too big for most people. They want the convenience, the easy, of just putting it in a water and... Yeah, yeah, yeah. I think together we can make some products for us, which we can promote as a special product from you. Yeah. And yeah, I see, I see. Wow, great. The main thing that I forget to say about, that we are in the place, the Birch place of Van Gogh. So this is a really... We can show you where we grew up. Oh, great. It's very close. Great, great. Just a minute from here. Great. Yeah, great from Brabant. I mean Brabant. It's Brabant, yeah. It's not Brabant. Yeah, it's Brabant, yeah. But the little... When we were in Little, it was a lot of fun to see that people are ready for more better tea. Yeah, yeah, yeah. This is my way of work, which we teach people, which is tea for 300 euros or 4,000 euros for 100 grams is okay. Yeah. Yeah. It's pretty exclusive, but we have some, for example, rare Laos teas, like aged teas, which is much more expensive. So I'm not afraid of the good quality and the heavy manufacturing, like is more expensive. It's okay. It's... I think it's very good, especially if you work a lot for some rare type of fermentation, for example, and you sometimes you lose a lot of material and have to spend like weeks for making this shoupware fermentation or something. And, of course, with tea, it can be cheap. And so it's also okay, I think. Yeah. So we can... I'm going to let him try one of our mistakes. Yeah. Ah, one of your mistakes. I agree. We have a good title. We have them in the... We have two. We have one... Two mistakes. Yeah. One big fraction and one small. I start with the big. Okay. Please try one of the... This is what is in the supermarket. Aha. This is also what I think that... I don't... Do you want to go to the mashing in Europe or in Russia? Or do you want to stay in the exclusive? Mostly we work only with the loose leaf. But we make it more... But this is also loose leaf, right? Yeah, yeah, yeah. But about the tea bags, I never tried. I never tried to sell something like that. Only once we sell some herbal teas in tea bags. It was... I can't say it was successful or not successful. Just... Mostly we have another habit. We just have a big pack and sell it like from 10 grams to 200 grams for what people want. And they pack it in the shop. New guests come and they want to say, oh, we want to look at the tea or smell the tea. Maybe it's not a good time for right now. Mostly I have a habit to sell it a bit more, how to say, traditional way. Yeah, traditional way. It may be not for mass market, but because we have only own stores. And I do not supply mass market in Russia. I only have one big company, of course, which is also open one store in the Netherlands, which we supply them. But they also sell loose leaf. Just the packs for 100 grams without any box, tea bags or something. And so just sold in the original way. And also it's cheaper for packaging. And we... I explain customers that you don't need to pay for packaging. You pay only for tea. And they realize that it's maybe more ecological, blah, 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 and so on. So it's... At the same time, it's easier to pack. But if some customer or some corporate client want to make a presence for our clients or something, they make something like that. But mostly... But for me, it's also a new experience. Because in Asia, you know, less people use tea bags. Mostly sell... It's like bulk tea. Yeah, yeah, yeah. So... But yeah, in Europe, we can't... This is only 2% of market. Uh-huh. So we need 2%. Yeah. In Russia, maybe one. But it's the same thing. And... So... And... And... Melange is also 95% of the market. So we need to... This is... This is all green tea. Yeah, yeah, yeah. 50% and 50% with local... Herbs. And also herbs. Yeah. And herbs is also all local. Or something is... Yeah. We try to be as local as possible. Uh-huh. Nederland, Germany, Belgium. Uh-huh. Great. Even strawberries. Yeah. We are in the biggest strawberry area region of Europe. All strawberry production... Ah, we just... Also Spanish production is coming through Netherlands. Uh-huh. But in this area is the biggest strawberry production of Europe. Great. So we can brew. We can try. So which one do you want to taste? I think... Maybe this one is look more... Without any additional. Yeah. It's just... Just like that. Yeah. We will taste... It's black tea. Okay. And after that we will also go to the additional cabinet. Oh, okay. And this is look like... Something green with citrus or... Yeah. We have... The five blends. The zunert is with the strawberry. You can see on the side of the strawberry region. Uh-huh. We have citrus ginger. Uh-huh. We have a health tea that is with... Seaweed. Uh-huh. From... Ceylon. From Iseke, yeah. Oh, great. Very special taste also, yeah. It's very... Yeah, yeah. And we also have a van Gogh. Uh-huh. Here is the seaweed. I already feel the smell of seaweed in this tea. Yeah. It's really, really special. I think that Japanese people love this tea because the... And maybe Taiwanese too, because we love very strange... Yeah, yeah, yeah. It's very healthy. Yeah. Uh-huh. Regularly, how long do you... Uh-huh. Wait, with a tea batch, you're not... You're gonna do it too long. Yeah, yeah. Like two minutes or... Or like that? Yeah. Oh, smell is good. It looks like a... Assam culture, not... This is Assam. Assam, yeah. Because it's stronger a bit, yeah. It's a little bit looks like Taiwanese ruby. They have also... Assamic mixative synensis. Yeah. Yeah. And it's also... We have smell of Assam, but taste of... Synensis. Is it not this one? This is Assam. Ah. I think maybe the biggest... I can call it problem, but maybe the biggest thing that you think about maybe is the soil. Because the soil must have all these supplements that must be in the soil suitable for the tea plants. Yeah, that's why rock teas have so much... Yeah, yeah, yeah. Chachi. Yeah. The terroir. The terroir has to be right, like with the wines. Yeah. But we... When you're planting tea here, you also work, of course, work with some scientists who help you with the soil. Yeah, we can make the terroir as we want. Oh. So we can... With organic. Okay. And we can control everything. Mm-hmm. So we can make the terroir like we want it. Oh, great. It's very... How to say? Very smooth... Smoothie Assam. It's because you have a very clear... After taste not too strong as it sometimes can happen with Assam tea. If I take the small fraction, that is the... Most stronger. Yeah, yeah, yeah. And maybe brew a little longer this one. Look how it's going. It's the first time for me to drink in something which was grown in the... So it's northern tea for me. It's the most northern located plantation I tested before. Because it was mostly like... Georgian, Russian, Chinese, Japanese, Taiwanese tea and Vietnamese tea but all on the south. So it's have a northern wipe. Yeah. I can first drink not too strong taste but after I just place it and look how it's going then it's more time spent. But if we do like a regular black or regular green in Europe it's also very small. Part of market. Ah. In Goose. They drink Earl Grey and they drink... All the rest we like this with flabors and stuff. No, they don't drink black tea like this. Then they're used to Earl Grey or the CTC. Ah, understood. It's cheaper Indian production. So from this winter we'll start with the first introduction of black. This we have not introduced yet. Ah, so it's like... The last two years everything was on green. Because we want... This one is pretty good I think. Maybe for my taste I like it's stronger. But I see that the potential is just I put more leaves and more exposure it will be... No, to get a smaller fraction then it's much stronger. Because this is the total leaves. Yeah, yeah, yeah. I love... My tea is this kind of tea. I love the big leaves and old tea trees and all this more traditional way. I have one... 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 Uh... The biggest pu-er lover I know. He has a collection of... Huge. Yeah. And... He shows me the best... Is it Oliver? No? Oliver... No, he's bigger, bigger tea lover. Bigger tea lover, Oliver. Ah... But he's also big collector. So he's also the biggest stock that he collects from all over the world. Oh. He's an old... He's an old... No, he's in Belgium. Mm-hmm. But he also goes to the best teas and the oldest teas. He also goes to the old trees. So he also collects from me the seeds. Mm-hmm. And also the... The oldest... From Cherar to Cherar and... Yeah, yeah, yeah. And he collects from me also from those old... Old traditional sentences or old traditional sounds. Yeah. He collects from me the seeds. That's great. It's also my view. For me, I... The real gushu cha or real old wild tea. We try to talk with farmers for next year and manufacture from these trees. All they gather we make from... For us especially. And we have few farmers like that. Mostly in... In the United, of course, because there is a... All these trees mostly located. But also some... Some of them is Guangxi province and Sichuan province also. We also order to make a few types of tea from... From which... Daniel likes it, huh? Because, you know, it's... Russian traditional tea is the least one. Maybe it's assamic and pretty... Without any flowers mostly we drink and... What's your opinion, Daniel? It's great. I love it. It's really good. It's also my type of tea. Cool. All right. Good time. Because you recognize it from the past? From your... Yeah, it's like... The traditional black? The aftertaste is really nice. Okay. Can I ask? And you really smell it. It's pure. Yeah. Pure taste. I think this seaweed is your discovery. It's very good. It really is special, but... But it's typical Dutch, you know? We are below sea level and... We need to take care for our seaweeds. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. So, the health team. Yeah, yeah. Yeah, yeah. It was really hard to not make it... Not nice. To get the good... The good silt in us. Because... It gets very easily... Too salt. I think what we can work with, it's just... Because you make anything by your own. You grow by your own. So, we can explore more technology together. We have some thoughts and have also some tries what we've already done in Russia and China. And we can discover some new special product which will be like... Not exclusive, but just like kind of... Not to be quantity, but very unique. And we are very open to your network. You know, the people around you that also are making additional teas. You know, we are starting with our tea making. And we do what we think is nice. But we love to learn also from the people around you. Maybe there's some people that do something special with Puerh or something special with Black. You know, we have the plants, we have the machinery. We would love to get them over to be making tea with us or to go to them and making tea together. Yeah, yeah, yeah. I think it's a very great idea. As soon as this pandemic stops, I invite you to Russia and also I can invite some manufacturers from China or Russia and France. And I think you can teach each other and find something new products for them. And I think it can be very good for your shop. You know, if you want to go and start with your shop and you make a place in Amsterdam, we can always get... We can also do the tea making or together with other tea makers in your shop or in Amsterdam region. That's perfect. It's also a boost for your people, right? Yeah, yeah, yeah. It's goals. Like win-win for anyone. Because... And also... How come you are so open-minded? It's not Fukal Russia, right? You know, because I understood that I'm a newcomer here. But I think you are also like that in Russia. Yeah, the same. And mostly when you do something, if you do it well, you anyway will have customers. Anyway. And as more as you do, as more you have. If you give, you of course receive. So it's working. It's not kind of, oh, I'm so holy man or something. It's just a business. And when you do it right way and you show your business how it's working, show how you buy your tea, how you manufacture, how you brew. And you must be open. Because right now is the time for openness. And if you close, no one... You only get that. Trust you. No one trust you. Yeah, 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 yeah. So this is the way I work with... It's also how tea works. Yeah, it's great. This is why I just... Sharing. Yeah, yeah, yeah. Sharing and receiving. I love the teas. It's interesting. But, of course, maybe we brew also this one. This was the black one. Ah, it's the same? But it's a fraction a little bit. Before we go to the stronger taste, I want to show you the other... We have a cabinet with all specialties, all floors and all trials. Oh, great, great. So you can take what you want to taste. Ah, okay. And after that, I want to... We also do some experimenting with some Pu'er. You already made Pu'er here? Uh, yes. Wow. I'll show you some other stuff. Wow. Wow, 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 wow. But it's not on the market. It's just your tries. It's for us. Wow, wow, wow. So I'm in an exclusive position. I will be first to try, from Russia at least, to try... Netherlands Pu'er. Yeah. You know? You have Netherlands Pu'er tea. That's great. Would you today also like to see where it is in some shops and where it is, like in the city center, what they are doing with it? I think it's interesting. Of course it's interesting because we also can show how is tea marketed and because I'm doing kind of blog, so people are interested how it's from the beginning to the end. So I regularly, when I film something in China, I also film tea clubs and film tea men factories and just to tell the people how it's working and they can... know something about it, so I think it's... I think we go lunch close to some shops in Breda. Great, great. We have time, we're not limited in time, so it's... Yeah, we have a place, you know, to do the tea and if we want to gather, we have a place here in the forest where we normally... Perfect. Perfect. The tea makers in the world where we work together where we collected specialty teas and this is teas from Europe that we are already making on places. This is my specialty taste in poors and very old teas. This is a really... really... Shensha. I see... I see... There's also some Shen and Shi collections. But this is what we drink to know what we are... Ah, yeah, yeah. Just to find new tastes. I also saw a CTC in Nepal. I also learned that. But mostly as I see all the quantity you are focused on the good quality teas. Yeah, 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 yeah. Only that is like... But it's very important for me to understand because 90% of the people are drinking that tea and... For me it's very important to understand what they do. Why are we drinking in Spanish? Oh, I see. And here we are getting to the cabinets where we would experiment with some... Poer. Poer. With some white teas with all... White teas. Great. This could be a black tea that you want to... Wow. Want to try. Oh, good smell. It's... Maybe it smells not of tea? No, it's only... It's only the tea. But it's this one. Wow. It's really interesting. It's a little bit flowery... Floury taste. You smell it. It's really, really special. This is... And it's no additional. This is handmade. This is one... Wow. Wow. Great. You know, when we do handmade, we do it in the wok. For me it's a miracle because... Before I only was in... mostly in Asia, in China and for me find someone who makes so huge... so big quantity of experiments with tea and especially... This is some Oolong. Uh-huh. A little bit looks like Gwandong. When I started to work with Russian guys and with team production, we are... was... have small fight online because they say, we made Russian Oolong. I say, no, this is not Oolong because when you call it Oolong, it must be Oolong cultural. But if you only use technology, Oolong technology, it's something special but you can't call it Oolong. In China they say that. But for now, I already relaxed about that because I understood that we have a very special type of Oolong. This is also some failure. This was too wet green and it's stuck to the machines. But we get a sort of sense. I think it's also very interesting. Yeah, but the taste is not because there's a small... there's like 2% too much heat up so like close to burn. So and you taste it in. So the color is a bit to black heat. Uh-huh. But it smells great. But maybe if we... if we do this to the... to the ship that we collect it out that we separate but we haven't separated it yet. So the taste is still shitty. But I think we can get a good product out. Oh, this is white. White, yeah. And we also... but I don't really like the taste. But we also collected the needles out. Uh-huh. But that I'm not yet... Yeah, yeah. But it kind of by how in China, but... Yeah. A little bit more green than regular, but... Yeah, we have... Very special. Which is really interesting that you discover your own types. It's kind of comparable with others. Yeah. No. Just something new. And so... This is really good. We should have different names. Just like I said, with the oolong, we should have a... Yeah. It's a oolong way of making them. Yeah. You can also try this one. I think it's interesting. Maybe... Yeah. If you saw it... If you say it's not so good taste, so... I listen to your... Yeah. It's a very good packaging. I love it. Oh, great. Yeah, you know, we do shapes. We're trying to... It's also greeny or...? Yes, it's green. But we are getting better in shaping. Uh-huh. And about this... Where is it? Uh... Like Shenpour, yeah, or...? Yeah, Shenpour, yeah. The aroma is really... Like some fragrance, I don't know. But if it's not... Yeah. If it's original fragrance of the leaf, maybe I first... Uh... Have this fragrance. It's very, very unusual for natural aroma. Oh, good packaging. Oh, I see you also sell the plants. Yeah. Oh, that's great. Yeah, because the Netherlands is pretty strong in exporting plants also, so... I think you can... I think I will need... We will need to buy a few for the club. It will be great. We just make... We can make a very good marketing. We can say, here is the plant, here is the tea. All was grown in the Netherlands. This is average green? Uh-huh. The aroma for me is really, really, really special. So it's really different because... Because mostly for the green teas... Uh... They become worse in close time, like maybe half of a year or even a year later. Green tea can be aged for a long time. But... I have some aged green teas, but if you want to age it in real, it must be like 50 years or something. Yeah. Yeah, but... Is it poor? It's poor. Ah, what is it? It's more fermented? This is fermented poor or not? Or it's shun? No, it's fermented. Fermented? Ah, can we try this one? If you already have it? Yeah. Oh, great. Fermented is, for me, it's maybe the most interesting because the best tea for Russian people is fermented poor. This is Biosham. Ah, Belochin. Wow. This is Olong from different cultivars. And those are all TV crews that make tea together with us and people from government. We want to make a wall of fame. This is all famous people. People with you and you have... Ah, great. Maybe someday I will be pumped out of this box. I hope. Well, you're here this week because then you have to come to make tea. Okay, okay. Because they make... We let them make their own tea, eh? Okay. So we send... Yes. So we make them with hand. Yeah, great. This is all famous people from Netherlands that get their own tea at home. This magic box. How do you ferment it? It's like... Without air. For now, without air, yeah. It's a kind of box, not box, like glass tube. Yeah. And you use a special machine to get the all oxygen out. Yeah. And store it after rolling. You place it there. After the fermentation process starts regularly. But you don't put it in the regular fermentation machine. You put it in this tube. And ferment it from... What temperature? It's really no temperature. Sometimes they add gas. And in Taiwan, some people use gas. But in our manufacture, we just use a regular glass tube without any gas. And put it for different timing. It's kind of... You can look on the leaf. Sometimes it can be like four hours. Sometimes it's like six hours to eight hours in total. And it starts fermenting for all this period. You get it out. And dry very softly. Not too strong. Dry. Maybe in low temperature, like 60 to 70. Dry it. And it is. And it is. It's about this one. The second one tea. The first is looks like... Shen. Shenpour a little bit. Like also green one. Because I see you make a lot of greens. Maybe it will be interesting for you too. It's a... original... Calhida culture. Calhida is made by... Sochi Institute of Subtropics. In Russia. And they... Calhida. Calhida. Do you have it? Oh great. Great. So you know. I just... You can do the same. There was even an institute of tea production in Abkhazia. Yeah. Yeah. It was. But now it's not a big institute right now. It's like only... It's not too many workers for now. Do you have contacts with that? Yeah. I have. I have contacts with Sochi Institute of Subtropics. And if you want to ask for seeds or for plant... I would love. It's great. Yeah. No problem. Also I can bring anything from China. It helps our mission. You know. To getting a better job. Yeah. Yeah. Of course. That's no problem. And also I think it's... If you don't try it before... Oolong Cultivar before. I think of course you must try Meijan. Maybe one of the names I don't know is Oolong Cultivar. Because there are a lot of numbers or... It could be that there are some. Maybe. We cannot test all. I can try if you... By the taste I can realize is Oolong Cultivar or not. We have in Maine... You know we have... The big production is Maine focused on Sinensis family. And the Osamica family. And the Osamica family. Uh-huh. But probably in the Sinensis family there is Oolong. Yeah. Oolong is in the Sinensis family. Yeah. Because Oolong originally it was trees on the border of Guangdong and Fujian province. And after it started cultivated it become like now maybe like a thousand. A thousand types. And all these types are very different in taste and so on. Mostly for now it's a very interesting region. It's the south of Fujian and the north of Guangdong. There's a lot of old tea trees. And the taste of this tea is really, really, really different from anything you can find in the mass market. With Oolong tea. And also some of Taiwanese Oolong is very special. So there is some cultivars which already was tested on very, very low temperatures. And I know the farmers and all very huge companies in Yunnan which also grow Oolong. And the altitude of 2700. So there is a snowing during the winter and minus 10 during the winter. Maybe the same temperature as here. Probably we have those varieties. Yeah, yeah, yeah. I will try. It's no problem. Just I need to come to China. I can travel. And now it's difficult, right? And now it's difficult. Yeah. I tried to make a business visa. Yeah, yeah. Sergei actually published a book. Six pages. Where do you get this time? Geography of Chinese tea. Yeah, yeah, yeah. It's like academic. Academic research. Yeah, but this was in Russian. It's like a big book. But right now we translated it to English. And there is also a lot of technology explanations. And I think maybe some of these explanations will be also useful. Because some of these, there's a lot of, of course, very simple and traditional ones which you easily can find online. But also there's some special teas like Gabba tea or some fermented tea. Is it already out or is it coming? It's coming. It's now we just finished finalized translation to English. And I hope next year in February to March we will publish and I present you the copy. You can also find something. Because I think it's the only first book about, there is a lot about technology, especially. And also cultivars and new stuff. So it's, it's my special place. And in research for very rare teas, especially. So I really, not into popular teas, absolutely. I, I, I only was once in India. And I only was, never was in Turkish plantations or Iranian or Kenyan. Or I was in Tanzania once. But on this mass market tea I really not into it. But in, as rare it is, as more I know about it. Serbia is now busy with finalizing the culture of tea. Yeah, the second one. But I, I, I afraid in English it will be like four years ago. Four years later. Because till the middle of next year it will be only in Russian. After that we need to make editing and so on. And so it's very slow process. For first book I work for seven years. So the second. Do you have family and kids? I have family and kids and I have a son is a ten and daughter is seven. One will be in October. I need to get back till she's birthday in the 15th of October. And the, and also my wife is pregnant now. So we wait till the February, the third. Out. Yeah. That's exciting. Yeah. I, I mostly, I'm just taking them to my trips. Sometimes we travel together. Yeah. Yeah. Because if I don't do that, they don't see me at all. But that picture actually on the television in Belgium. Wow. But this is Dutch guy. Belgium. Belgium. Yeah. I want to introduce the Teus Sexy book. This is a very, very special. I can arrange it. But this is not your book. It's your friend. Yeah. But you. We are a part. Yeah, 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 yeah. We helped him with the book also. This is a very, very new, how to say. Way of approach. New way of approach. Way of marketing the Teus. Do you know Jane Fettigel? No, no, no. I know, no, no. She makes also a very good article. Ah, I've seen, I've seen this book. Remind, I remind. Yeah. I've seen, but I don't bought it. Ah, and here your article bought you. Great. I never know that there is tea in Cameroon and Nigeria. Yeah, it's really complete. I, I heard, but there were some African in Malawi, Tanzania, Kenya, of course. But we also have this year first Royboos production. Wow. Ah, you started the Royboos production. Great. Because we don't have Royboos, I think we can also copyright for, import, import into Russia, because I, it's much closer than sell it from Africa. And also we can talk about some of herbs, herbal stuff, because also we make, I later tell you more about our herbal product. It's other, I was in the plantation in Argentina, too. Yeah, I see there is some Brazilian and, because we also do mate. And I have our own brand from Herba Mate. From Herba Mate. Yeah, yeah, yeah. But, uh. Big caffeine boost. Yeah. It's, uh, much, much, much stronger that tea for my taste. And I drink it in the summer sometimes, but mostly, of course, I'm drinking cheese. Oh, don't start with that one. Start with those. And with this one. Mm-hmm. Because this one influences you too much. Mm-hmm. First, please. Mm-hmm. This one is a green. Ah, it's like a ooloon. Yeah. Oh, that's good. These are the green. Mm-hmm. Pretty special. It looks like black ooloon. A little bit similar to Taiwanese manufacturing. Then they roll it for a really long time. And they ferment inside the roller. Not outside the roller. It's just a big rolling machine. Not like, you know, with a huge, huge tube. Yeah. And they roll and ferment together, like, for eight hours or something. It just, it looks like, we call it misian ooloon. It's a misian water. Honey aroma. But, maybe less. Stronger. All teas, for me, is very, very soft. It's not a bad thing. It's just this unique taste, I think. It's very different. This one, it really looks like hojicha. Japanese hojicha. This one is like a fried sencha. In Japan, they call it hojicha. Yeah, hojicha, it really looks this way. But it's much softer than Japanese one. It's more, how to say, more fragrant. It's also pan-made. Yeah, yeah, yeah. Interesting. For me, this one is also good, but maybe too soft, too soft. Yeah, I like stronger. But if you just brew it longer period, it will be more extraction. Yeah, this is now 80 degrees. So that's why this one is actually, the black is now too low. You have to do it again. Oh, this one, I think, is good. It's also ooloon, this one. Yeah. No? I see by the color of leaf. Like 30% fermented or something. Interesting. Especially this one, I think. And this one, I think, even much more interesting because it's the taste of hojicha. But it's regular hojicha is very strong. And also for me, it's a first time type of tea tasting. Did you discover it? Because we have a Russian tradition with glass bowl like this, like glass cup. Yeah, the form is very similar to like glass, which was produced by hundreds of millions in Soviet Union. Yeah, 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 yeah. So it's a very first time for me to have a session. This is a white? Yes, yes, yeah. This is a good one. Yeah. This is a really good one. This white tea is very good. This is one, I feel, it also has sweetness and also have aftertaste. This one is really good. And do you remember this coutureware with white tea is what kind of? That is just in essence. Ah, yeah. What? Sinenses. Sinenses. But you don't remember which one? No, it's not, it's just sinenses. But there are now like thousands of sinenses. Yeah. But it's the average one, I have to look up the number. Maybe you know from which province, most from which province maybe you remember. Because it's really different. And then they go, I don't know, I have to search. It's interesting because maybe if you try to do the same with other types. Or for example, there is about Oulun. What is really, really good with Oulun. That you can do Puerh from Oulun Cultivar. You can do white tea from Oulun Cultivar. You can do green tea from Oulun Cultivar. And you can do black tea from Oulun Cultivar. And all this is very, very, especially white. Oulun tea is fantastic. Absolutely. And also at the same time, Shen Cha, Shen Puerh from Oulun Cultivar. It's like a magic. It's really, we tried Dota. We tried it in the factory in Yunnan. This is with organic terroir. This one. And this is the black, you know, you had the black made with Assam. This is black with Sinenses. Aha. I really love from this view, which I really found very unique. This white and this, I think I call it roasted, but a little bit looks like... And first, this one maybe too soft for my view, but also good. Also this main thing that we are all very smooth, have very intelligent aroma and nothing about... This is how we make the 8000 kilos now. This one. This one. This is all handmade. This is machinemade. Mm-hmm. Wow. This is a regular, regular green taste. Very good. And it looks like bilo chun or something. Maybe in the taste. In the mouth and mouth and cha. Chinese traditional. And we are learning. Mm-hmm. It's also, you call it common Assinenses culture and you don't... But all the, you say, like 8 tons, it's one cultivar or it's different cultivars. And you mix it. Three cultivars in a big field. Aha, aha, aha. So all the rest is just like a small experiment. Yes, this is a small experiment. But the big field is free. Oh, okay. So full for more you have a lot of work. But this we are not really putting a lot of energy in. It's more my sommeliers and their study, yeah. You know, we are putting to get that one and get that one better and more. That's why we put it. Understood, understood, yeah. Because you need, at first you need the product for the market. You know, this is already so much better than what people are drinking now in supermarket. Yeah, 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 much better. We start with spreading this to the people and in the background making steps. You know, the third goal is to get to the people from, to get local tea. I think... All the packaging is here, not here. No, we make the tea, we make the blend. And we have a Belgian partner who is doing the packaging. Because you are very close to the Belgian border, you have a lot of relations. Yeah, yeah. It's much closer than Haak or Amsterdam. You have more friends there. From December, we also have production in Belgium for Delhuize and for supermarkets in Belgium. This one is very good. I really love it. It looks like a common muffin, but with a good quality muffin. It has a richness. Yeah, yeah, yeah. It has a fully... Yeah, anything. Anything. And aftertaste and not any bad feelings. No bitterness. No bitterness, nothing. It's very smooth. Yeah, yeah, yeah. Oily, a little bit oily also. It has power. Yeah. And this is now not yet graded. So this is a raw batch. Mm-hmm. So if we grade out... Ah, yeah. Understood. Like needles. Then you eat it even better. Ah, even in this taste, it's pretty good. From my view, it's because we have also... Not only grades, but for me, we have like a common green tea. The green tea only from two leaves and one bud. And also only bud. You know, it's a very common creation. And it looks like something between the common good tea and the middle one. So it's close to the middle and it's pretty nice. It's a good starting point. Yeah, yeah, yeah. I think it's really perfect for... And this is the black one. Maybe too cold food, but I'm not making it. I don't know. Wow. And this nothing... No. Only tea. Yeah. You know, guys, I'm really surprised because I never tried something with a... I can... What? It's kind of... Kind of cookie. It looks like a very good sweet Dutch cookie with a little bit of cinnamon or sugar or something. A bit nutty. A little, little, very, very intelligent taste, but it's really good. And I really enjoy it. From all this green, of course, and this black also very intelligent. I think maybe if it will be warmer temperature, it will be much better. But anyway, even low temperature, very good. And this white tea, I think if you... How do you say? You put more energy in... We have not put any energy in. It's just one experiment. Just a simple experiment. Actually, for television, last month, it's a show that puts on how things are done in Dutch television, they wanted to go and make a documentary of one and a half hour on white tea. Oh. But they couldn't, because they couldn't go to China. Ah, and we just... And, 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 and... They don't know that the documentary can't... We can't continue because we can't go to China. And right now I feel cha-chi. I, I take my words back when they say that this tea has cha-chi, la la la. This tea has cha-chi too. So it's cha-chi, you know? It's Chinese tea, tai-di-chuan. It's a energy of... It's some spiritual energy. It's like inner spirit of tea. But, but, but... Chai, it's tea. It's tea, tea, tea. Yeah, cha-chi, cha-chi, yeah. Keep, 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 keep that cha-chi because I want to... Ah, yeah, okay, 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 okay. This is two-year-old, uh... Shenzha? Shenzha. Yeah, Shenzha. Wow. Oh, and it's really smell like Shenzha. And it's, it really looks like Shenzha. So it's... I really love what the first thing I've seen in your office. It was a tea desk and all the traditional... It's always on my desk. Yeah, it's the main thing. I share with my people, I share with people where I do business with. Yeah, yeah, yeah. I let them experience and taste new tastes. Yeah, yeah. When I have tasted this, you know, the ones that I... These three will be on my desk for the coming day. Uh-huh. Because I can pour them over and for again, three to four times. It relaxes me. You know, until three to four, I take a pure or green, and in the evening I take a black. Uh-huh. It also arranges my day. It's also what I feel right now, because for me it's also... The feeling is also very important, of course, and very clean. It's... Uh... Because it's organic and so on, so it's also... I think it's important. Because sometimes when you drink some dusty tea, there's a lot of... Uh... Pesticides use it. And I... Sometimes I feel it. Because, uh... Yeah, yeah, yeah. I can't explain it, but I feel it. I just... Something wrong with this tea. Yeah. But, uh... I have some teas that I also leave. Uh-huh. In the beginning we had some panning, uh... That in the pans, it was that they come slightly roasted. Uh-huh. And those also make my body unrested. Uh-huh. Those I didn't took for... Uh-huh. So we also take them out of the product, because we want tea. That calm your body. Yeah. Understood. And it's clearly... Sometimes, uh, when you make your firm experiments, uh, with fermentation. If it, uh, gone not a good way, it can be molded or something. Like, not molded, but closer to this, uh, feeling. And when you drink, you feel like, what is it? Uh-huh. Especially with, uh, uh, maybe some black teas. So, you found, um, more ways, uh, to work with a big mass market as me, for example. Because we are too focused on, uh, who's leaf tea. And I never, as I tell you, I never try to do some mass market product. I try a little bit, but, uh... I think you have everything in you to do that. You are the right type of guy. Yeah. You understand, uh, the people. You are open. Yeah, yeah. But, uh, we will maybe try to also study something from UFO or Russian market. Because, uh... And maybe it can be just something that we did together. Or we can... Yeah, yeah. I'm open to help you in it. You know, we can... We know what we are. Uh, we have a proof of market here. And... Yeah, 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 yeah. We can import something. I think it's a good idea. No, no, you can... We don't even have to import. You can do it, uh, with the knowledge that you have. And with, uh, you have local product, huh? Yeah, I have, but it's pretty expensive, uh, because of, uh, limited, uh, plantation space. And also, at the same time, because anything is, uh, hand-picked. And, uh, at the same time, uh, machines, uh, not so good there. And, uh, a lot of... In Russia, we have a lot of local, uh, problems. And this one is very good for the small one, for shipping with, uh, that you... You taste... It's called the Weishianbei. It's, uh, Weishianbei. It's, uh, Weishianbei. It's, uh, Weishianbei. This is for aroma. This is for... Yeah, yeah. It's, uh, Taiwanese. It helps to get a good taste. I first time see this, uh, Weishianbei outside, uh, Russia and China. First time. So, for me, it's, uh, a way... As I see this one, I can understand. Yeah, I've shared anything. I don't need explanation. Some things you need to color. Some things you need to do the right taste. Yeah, yeah, yeah. Some things, uh, are too strong. They need your own pot. Yeah, 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 yeah. And it's also a search, you know? If you have sometimes done it wrong, or then you do it the right way, and you say, ah, but now this is how this tea should be done. Mm-hmm. And there are some, some ceramics from Japan. And, you know, they get the right feel. And then... Yeah, yeah, yeah. This is what I drink daily on. We can, we can, uh, later... I also bring some, our, uh, ceramics. We can test, test our... I guess from Kyoto. And this is also what I, uh... Yeah, 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 yeah. It's... Kishu, Kishu pot. Yeah, yeah. Japanese pots are really... I love... They are perfect. Yeah. And also... And easy in use. Mm-hmm. I love the style, and mostly they work with clay. Great. And now I see in, uh, in, uh, in Brussels. There is a, there are some traveling kits with these. Uh-huh. These are my favorite to have on desk. Uh-huh. Because they, 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 you can... Yeah, 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 I see. I see, I see. To, to pour. Is it made in, uh, Europe? Or it's, uh... No. From China? China. Chinese one. It's because it's a kind of Gaiwan with, uh, uh, Siburidashi. Japanese. So it's mixed Siburidashi with Gaiwan. Yeah. This is the ultimate... Yeah, yeah, yeah. Uh, pleasure. Because it's, uh, perfect way for Bruin. Mm-hmm. And you grow it? No, Brussels. Mm-hmm. I found it in Brussels. And, uh, there's even one... Now they have traveling kits with these. And I understand why they, uh, why they do it. Oh, maybe I do this. That's okay. As, as I understood, uh, there is, uh, uh, in Brussels and also in Belgium, there is, uh, the tea culture much stronger than in the Netherlands. Yeah. Yeah. We also, we just, uh, Daniel looked around, uh, by net and found that there was a few, uh, traditional tea, uh, tea stores. What was the name of this place in Brussels you found? It's a tea cell or a specialty, uh, specialty store. Specialty store. There's only two in Brussels. Um, um, uh, Bleudeur and Bioci in, Bioci in Rotterdam, in Antwerp and Bioci, uh, Bioci in Antwerp and Bleudeur in, uh, in Brussels. Mm-hmm. So there's not too many specialty stores, but they are good, but they're not. If you, for instance, if you want to go for the, the good puers. Yeah. Yeah. You must, yeah. They have the, they are the only place to get puer. Yeah, yeah, yeah. But it's not really the good stuff. Я понял. Если я пойду к Белгию, коллектору, он любит его. Может быть, потом мы должны встретиться с другим, я думаю, это будет интересно. Этого коллектора вы бы любите встретиться. Да, конечно. Если вы увидите его коллекцию, то вы будете умереть. Да, да, да. Или просто его собственная коллекция. Нет, он большой инвестор. Он большой человек. Он продал свою компанию за 600 миллионов лет назад. И он уже приплетел его. Да, это очень круто. Я также у меня несколько тоннs of tea в моем доме. Но я не знаю, что это очень круто. Я у меня, конечно, очень старые театры. Даже русские старые брикки. На 19-х годах. На 19-х годах. Может быть, когда я сюда приеду, я возьму что-то очень-очень специально. Я думаю, это будет хорошая причина, чтобы посетить ваш парень. Чтобы иметь что-то, что может запрещать его. Потому что, как я понял, если он коллекции... Если у вас есть что-то специальное в театре, то он будет... Потому что он будет в семье. Бизнес-чистос, он обычно не интересен в ничего. Да, я понял. Да, я понял. Что я делаю с бизнесом, для него это пенути. Да, да, да. Он помогает мне с планированием и думанием. Но бизнес-чистос, он говорит, что у вас очень большой потенциал. Но он только начинает с бизнесом от 100 миллионов. Да, я понял. Потом. Потом. Но, ты знаешь, с театром, и то, что он делает от сердца, мы очень близко. Да, да, да. И также с планированием и с сетей. Ну, для меня это так же. У меня есть друзья, которые не имеют отношения в бизнесе. Они очень-очень большие бизнесы в разных сферах. Но, потому что я люблю Таи. То есть, это тоже, для меня это проще. И для меня это проще. И если я делаю очень-очень отличный продукт, как у меня с другой стороны, из-за Бурмана и Бурма, то я думаю, что это проще. Мне тоже нужно проще. И я хочу, чтобы было всё-очень, чтобы было настроение. И я, например, к примеру, такие люди очень нравятся большие проекты. И мы не можем花ся в месяц в Таинах. в Китае, но я все равно, поэтому для меня это очень хорошая возможность найти хорошие друзья, которые понимают, что это происходит, потому что большинство людей, они просто хотят хорошие истории. Я собираюсь что-то, я знаю, что он может быть интересным, особенно, может быть, все... Я не слышал о его окошенье-фермене. Да, это камбати, ты никогда? Я не слышал, я знаю, он очень хорош, он любит рок-тех, он также просит для уникальных и самых особенных деревьев, и самых особенных мест, и он пойдет на самые старые деревья, и он путешествует с ним, он это наш, он это наш, он это наш, он это наш, он это наш. Нет, у него есть люди путешествуют, для него, ага, для него, в Китае, И в Тайване. Нет, в Сингапуре. Сингапур. Это большой для всех. Для всех. Да, да, да. Также в Хонгконе есть немного. У нас есть некоторые люди, и у нас есть некоторые люди в Китае. И иногда, если они получают какие-то разные вещи, то он идет и проверяет, если это правда или это реально старое. Если он не верит, то он проверяет. Понятно, понял. Я видел его, и они говорят, что у него были 2-3 тысяч лет, и он хочет увидеть. Да, это реально... Мы будем хорошие друзьями, потому что для меня это как я работаю. И самое важное, что у меня есть YouTube-блог, может, вы видели? Я не видел. У меня есть тысячи видео на YouTube, и половина этих видео из старых деревьев. Может, не только несколько, но даже несколько тысяч из этих видео. У меня есть видео-proof. Это главная вещь. Потому что я сниму ничего. И я имею в виду много. И я имею в виду много. Это те, что я делаю себе. Это те из Фенцин. Это один из самых старых деревьев. Это самый старый деревьев. Это 3000 лет. И рядом с этим деревьем они имеют несколько деревьев, 1000-2000 лет. И они делают Данчжучха. Данчжучха это деревьев из одного дерева. И они делают 3 кг из одного деревьев. И это, наверное, что ваш парень коллектов. Я имею в виду небольшие деревьев. Потому что, когда он меня любит, я всегда держу небольшие части. И я их оставлю. Для всех этих уникальных деревьев. Да, да, да. Я имею небольшие... Я имею в виду этих деревьев. В Амстердам. Может, я не могу отправиться к вам. или что-то. Потому что я имею в виду очень уникальные деревья. Я имею в виду 1-3 из Юнде. Юнде Куни. Это из Юн-9. И есть некоторые виллежи, которые не очень популярны. Например, Менхай и очень большие 6 известных Монтаж. Боланшань. Бадашань. Нанно. Очень известные и есть Минсибиотаж. Минсибиотаж. Я учил в Бейджин. Да, я учил немного в Бейджин. И также учил немного в Хунань. Не в Хунань, но в Хунань. Она живет в Москве. Я учил больше чиньего чем английского. Это довольно хорошо. Но если вы живете там в месяц, в месяц. Но в месяц я не знаю в месяц. Я только в месяц в месяц. и я знаю РАЧР. Я думаю что для вашей специалии нужно идти в какие-то места. И увидеть какие-то производства. Мы можем сделать это вместе. в будущем. И для меня это очень приятно. И особенно в регионах это сложно идти. В Унанье и в Гуандун и Фудьян не так туристические места. Но есть очень старые производства. Та четыре часа. И это абсолютно разнообразие. И много типов которые находятся в один маленький город. И вы знали это. И вы знаете, что это? Почему я не не продавал это? Мы не продавали три или две тонн. И продавали две тонн. миллиарда маленькая зэн или цун. Ши это есть ши это есть сиан это петь сиан много сиан это маленькая это маленькая Но в маленьком доме это иногда 200 домов. Но это очень важная работа. Да, и иногда в Чай они даже не находятся на земле. Они просто есть дороги, а потом можно Байду. Это то, что я учусь. Да, это моя работа. Особенно, когда я приехал в Чай, я ходил в глубину. В глубину, где дороги, где дороги. Здесь дороги, здесь. Да, я нашел дорогу. Внутри, где-то, где-то. Внутри, где-то, 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 где-то. Внутри кратиками. Если, да, это очень интересно, что Чай очень скоро в космосее очень быстро. Но в космосе можно увидеть вещи очень-оченькие в маленьких городах. И это еще есть, и они работают. Наверное, это масса производства, масса производства. В Гуанчжи или Гуичжо, они делают огромные деревья для сотни и тысячи гектаров. Но есть еще небольшие деревья и мунтейны, какие-то крупные деревья для одного гектара или что-то. И они делают один тип, очень редкий тип, как я называю, как я называю, один бот, один бот, джинджин май-ти, или что-то. Это уникальные роттики, которые я всегда собираю, когда я их собираю. Это был сикл. Да, да, да. Ты должен сломать это. Да, я знаю, я знаю. Это называется Ябауч. Это первый бот, который я регулярно собираю в феврале. Когда бот появился, это как ковер для бот. И внутри, это настоящий бот. Это очень вкусно. Да, 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 да. У меня много бот. У меня тоже есть красный бот. Это очень уникальный. У меня есть в Амстердам. Это обычно продукт в Линсане. Shall we call it that? Юннан Дашу Байхао. 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 Мир. Байхао. Я не знаю, что это в английском. Как как это указывается. Юннан Кунмин. Это бот. Насколько это компаний. Пакажение, но не назвать их оригинал из треховых модулей. Кунмин – это capital… Унан, как компаний. И это тоже, что меня удивляет, когда мой парень любит мне сочетать 60-летнюю куэрс, которые выглядят как бельсы. Эти куэрсы, которые я не люблю, потому что для меня они... Они слишком сильные. Но когда они 60-летнюю куэрсы, они получают почти кафе, которые я очень люблю. Да, я думаю, это очень-очень хорошая опция для вас, для ВСТИ, для того, как мы сочетаем. И это становится очень хорошим. Я уже чувствую, что это только два года назад. Но это тоже хорошая инвестиция. Потому что это становится гораздо более дорого. Ты только вырастешь куэрсы или куэрсы? Нет, нет. Только куэрсы? Мы, в будущем, сделаем какие-то куэрсы. Мы хотим сделать более локальные. Но сейчас куэрсы в основном фокусе. У нас есть 2-летнюю, 4-летнюю. И вы начинаете собрать от 4-летней? Нет, мы начинаем от 1-летней. От 1-летней? Уже собираются собрать бельсы? Да. Белые куэрсы и какие-то белые куэрсы мы можем сделать очень хорошо от 1-летней. Да. Так что это уже работает. Итак, это первое для меня. Потому что регулярно в оборудовом фокусе они делают 3-летней и более старые. Да. А это больше использованные куэрсы? Или это экспериментальные инструменты? Это большая часть куэрсы. И специальные вещи, например, как куэрсы. И это уникальный куэрс. И это уникальный куэрсы. Это уникальный куэрсы. Это куэрсы, ты сказал? Да. Да. И еще больше, что ты хочешь? Это из 3-летней летних куэрсы. Вау! Это такие. Это из... А, это уникальный куэрсы. Да. Вау! Это куэрсы. А, это выглядит как японский куэрс. А, это... Вау! 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 Сейчас это тоже форма. Вау! Вот здесь вы вытекли. И здесь вы вытекли. Да, да. Вау! И это... Вау! 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 А, 20 лет! Вау! 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 Это очень полезно. И это все автоматически. Водит в бушах автоматически. Да. Это программировано на машине? Или вы используете на самом деле? Автоматически. Так что вы просто программировали, как долго это должно быть? Да. И мы переходим в середину и в середину. А, то есть разные программы. Это тоже эксперимент? Или используем другие планы? Мы можем экспериментировать по каждому уровню. Мы можем поменять рецепты, мы можем поменять питание, температуру, и также мы можем адаптировать. А, то есть немного поменять, но здесь нет поменей, здесь есть низкий. И это место, что вы называете маленький, который можно экспериментить только в ВИСПАРК. И есть другая, или большая? Нет, в каждом блоке мы можем делать совершенно отличное фидение, отличное масло, различные температуры с вверхами. Мы можем экспериментировать все. Таким образом, у нас есть около 20 блоков или что-то? Нет, у нас есть около 250 блоков. 250 блоков? Да. Это довольно большой. Да. Это просто... Мы можем идти и идти и идти. Это молодая стажа. Ага. Я никогда не видел что-то, потому что в Китае, когда вы видите это, это называется «тея киндергарден». Да. Таким образом, вы не оцепите его. Вы просто только планируете, и после этого вы это на большую плантацию на улице, и только там вы начинаете оцепиться. Какое место? Здесь мы делаем лепестки. Это для зеленых? Для зеленых. Да. Здесь мы делаем зеленый зеленый. Для специальных клиентов. И эти старые планы... Какие старые планы? Какие старые планы? Какие старые планы? Какие старые планы? 10 лет. И у вас есть отличие в вкус? Мы получаем самую вкус. Только в первом году мы не можем сделать все планы, но в втором и третьем году мы можем сделать... Ага. И после того, как это превращается, вы его измените? После 10 лет мы их поставим в землю. Ага. Ага. Это лепестки. Это планы для зеленых. И они использовали аспир. Ага. Ага. Это тоже автоматическое производство? Нет, автоматическое. Я вижу другие планы здесь. да. Да. Мои планы люди также строят другие планы. И здесь есть... Какие виды здесь? Асамика. 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 нужно немного температуры. и мы сделаем больше черных типов. Я вижу, здесь немного теплее. И иногда я вижу, что вы сделаете вентиляцию. вентиляции вы закрываете? Да, вентиляции мы закрываем, но мы не делаем вентиляцию. А, вы не делаете вентиляцию? Нет. Вы просто проживаете? Обычно мы не делаем вентиляцию, мы можем поставить температуру в зеленую. Мы сделали температуру 10-15 градусов, и хамперичные грехи. Строй пяти снизу. Какая температура вентиляция вентиляции? Утром вентиляции минус 15-15. В туннелях и утром мы также продаж. Но в зеленом они минус 10-5. Вау. Так что они уже, как сказать, стоят для этого клеймата? Так что это ваша основная открытия? Какая культура может быть? Да, в этой красной комнате мы не будем ставить на минус 10. Это будет максимум минус 5. Минус 5. Но, в любом случае, они ниже 0. Так что это не дополнительное... Нет, мы не делаем культуру. Потому что это очень дорого. И мы можем культуру до конца. И мы начнем в марш. Да, это очень... Я даже не могу объяснить. Для меня это чудо. Мирак, чудо. Как я вижу? Это тесто. Это плантин, в маленьких ботах. И можно легко помочь. И очень легко... Это очень круто. И обычно вы делаете тяжелые куски, тяжелые куски в сезоне? В начале года мы можем их вернуть, мы решим, в какой высоте мы хотим. И в последний раз мы всегда делаем несколько миллиметров выше, поэтому мы делаем 25, а в следующем году они делаем 26. И каждый 2 недели мы получаем 2 лепестки. Да, круто. В каждой маленькой башке есть тысячи башек или сколько башек? С маленькими башками это около 95 лепестки в метре. И с маленькими размерами это даже 250 лепестки в метре. Можете идти отсюда? Вы видите, что у нас есть какие-то отсидные плантации? Нет, это не здесь. Здесь вы можете видеть тоннель. А, сейчас все работники стоят на их лампе. Да. Да. Это не так, что они обнаружили. Я никогда не думал, что это может быть сделано с тем, что это может быть сделано с тем, потому что большинство тем, что они планируют по-сидору. Моя коллега, особенно для Нидерландии, что это может быть сделано с тем, что это может быть специальным продуктом, для присутствия. И она сделала несколько лепестков. Вот так. Ну, ты, как-то мощная. Да, как-то мощная. Да. Я хочу спросить, если вам нужна веселька? Не 5 грамм для вас. Нет, это просто пара-пар. Я делаю это традиционно. Очень быстро. Я делаю несколько лепестков. Это очень простой. Вы посмотрите на цвет, и вы знаете, что это правильно? Нет. Я даже не смотрю на цвет. Иногда ты должен быть сильным. Да. Вы любите? Да. Я люблю это сильным. Это русский. Это легче, но вкусно слегка. Регулируемые чиновники не могут пить первое блюдо. Нет. Потому что они спреют. Да, это не спреют. Да. Это чистый. Но это уже органично. Это русская продукция. Это тоже очень простой. Это тоже очень простой. Потому что Саша, который занимает плантацию, он занимает маркетинг. И все, что ты делаешь, я делаю. Я покупаю. Я покупаю. Я покупаю. Я покупаю. Он производит. Это из Амстердана. Не из Амстердана. Как сказать? Да. В Харлем. В Харлем. Да. В Харлем. В Харлем. В Харлем. В Харлем. У меня было впечатляемо. Теперь они становятся более слегка. Третий билет. Третий билет. Третий билет. Третий билет. Третий билет. Третий билет. И это также экспериментальная культура. Это называется каратум. Это очень редко. Есть семьи из Колькеды? Да, семьи из Колькеды, но разные. Да, да. И это очень-очень-очень производительная. У нас есть только 0.5-1 hekt. Третий билет. Очень интересный билет. Специально. Очень приятный билет. Но не вкусный. Летарь вы будете тестировать этот билет. Это в Георгии довольно простой, но вы можете попробовать. Я думаю, что самое интересное для вас будет. Диона тоже очень интересная. Она спросит 10 раз. «Может ли мы тестировать свои стихи?» Это очень-очень. Это очень-очень для вас. Мы встретимся снова. Это очень-очень для общения. Я думаю, что у нас есть много возможностей для общения. У нас есть много возможностей Первый степь и степь по степь. Да, степь по степь. Это габа. Это очень-очень для меня. Это очень-очень для меня. Да. Это не оксиданно-ферментирован. Да. Да. И в России это один из лучших билетов. Я понимаю. Это следующий уровень. Это очень-очень для меня. Да. И эта технология тоже не традиционная для чиновников или чиновников. Эта технология наша. Мы тоже немного изменим. Но это же машина или специально? Да. Машинария тоже отличная. Потому что это не машинария. Как я сказал, это как ДЛИ-тюб. Мы можем сделать две вещи. Или мы едем близко к Вангогу. Или мы получим там food и едем в кабине в лесу. Это очень-очень для вас. Это очень-очень для вас. Как вы рекомендаёте, что вы слушаете. Мы идем в Вангогу, и мы увидим там, что мы делаем. Это материнка Вангога. И в этой церкви его отец был пряст. Это прястская церковь, где его отец был пряст. И он живет здесь. Это его дом. Да. Вау. Сейчас они открыли для новых артистов. Дальше. Они открыли отец. Они открыли отец. Они дают свободные артисты для артистов. Чтобы они могут их творчество и их выставить. Это вы видите, что происходит. Что происходит? Что происходит? Это в франции. Я вижу, да? Да. Как вы франции? Нет. 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 В франции. Нет. Нет. В франции. Да. Да. В франции. Его брат. Его брат. Он родился. Он родился. Один год назад. Да. Так, историческое место. Я очень люблю архитектуру. Это так красиво. Я не могу объяснить. У нас нет ничего подобного. этого. Потому что, в основном, старая архитектура была сделана из дерева. И очень ограниченная количество зданий мы имеем больше, чем 200 лет. Да. В большинстве архитектуры 300 лет. Спасибо. Но я вижу в Недерландии это сделано 700 лет назад. И 500 лет назад. Это просто космос. Вот. Познакомились с Йоханом. Йохан просто потрясающий энтузиаст своего дела. Выращивает чай. Вот. И это действительно что-то уникальное. Потому что он уже распространяет свою технологию по другим странам. Обсудили кучу вообще нюансов. Он сказал просто про свой опыт. Чай. Попробовали. Чай, который мы делаем. Пообщались по поводу возможности кооперации. Я думаю, будем делать какой-то продукт для мой чай Недерланд и для может быть и мой чай наш российский тоже естественно получит что-то интересное отсюда. обязательно будем работать. Такие вот у нас дела. Классный опыт. Мы сейчас снова проехали через Бельгию. Заехали в Бельгию, вернулись из Бельгии. И вот сейчас едем к другу Йохана, который занимается керамикой. наверное это будет уже повод. Стеклом и такое. Да. И стеклом тоже занимается. Судья, да. Короче, в общем это уже повод для другого фильма. Главное, чтобы на дороге играла правильная музыка. и все дороги хорошо становятся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok